Так, ну шо, погнали. Вот такая посылочка мне пришла. Да, забегая наперед, скажу, что это инструмент. Инструмент чисто америкосовский. Я смотрю на работе, у всех разные инструменты. Ну, есть нон-нейм, есть какие-то фирмы местные, но, ну, такое, скажем, Китай, но не самый плохой, но Китай, Китай. Есть вот что-то среднее, насколько я могу понимать, это Крафтсмен. Причем тоже, говорят, раньше вот был Крафтсмен, сейчас он испортился, поэтому я заказал предыдущего года, ну, то есть предыдущей серии, а не последней. Прям на ebay выискивал и нашел. Да, он вроде даже как новый, не юзанный или не сильно юзанный. Вот, есть крутые снопон, но он просто космос стоит. А, 200 бакинских? Не-не-не, вру, даже чуть дешевле. Ух ты, ёптель, моптель. Кого? Кого коробка, пусть не живу, чтобы ты её на машине забрал. Даже её в руках нет. А, да. В общем, такое вот. Такая коробочка красивенькая. И другим супертулом. И чё, можно сказать, по инструменту? Ну, во-первых, я понял, что он свой, американский. Есть свой американские стандартные эти вещи. То есть то, чем я до этого пользовался, общего на самом деле мало. Я не знаю, другой, ну, это даже не имею в виду, дюймы там и всё такое. А вот именно... Ну, сейчас откроем и... Так, ладно, плохая идея, я понял. Это делать в багажнике. Вот. Пара ключиков выпала. Всё, не кондиция, надо возвращать. Пара ключиков выпала, да? Вот, это список того, что здесь есть. Слушай, какой-то он уже... Да, и что-то он... Так, ну, блин, ладно, потом... А это тебе нужно для работы? Ну, в том числе, да. Ну, как, прежде всего, для работы, ну, и для жизни. Чтоб было, что, чего, как. Так. Ладно, я потом подсоберу. Короче, вот в чём фишка. Вот американский инструмент, он весь такой вот, ну, блестящий. Вот. Я не знаю, для чего это. Как будто полированная сталь какая-то. Может, покрыта чем-то. Но это их фишки. У нас, ну, весь инструмент матовый. Я так всегда думал, это сталь такая. Не, нифига. Вот сама трещотка. Вот они, они по-другому выглядят. Они как будто другого стандарта. Да, и стандарт идёт вот одна-вторая. Ну, грубо говоря, большая, средняя и маленькая. Вот. Трещотки. Такие же наборы. И так, стоп. Стоп. Ну, мне не то прислали. Пля, я что-то сразу не туда. Ну, мне прислали новый набор, который сейчас продаётся. А я заказывал старый. На фотографии был старый. Не, подожди, я, конечно, сейчас пере... Или я что-то путаю. Слушай, а может, у меня глючит. Ну, ладно. Короче, вот. Инструмент блестящий. Да, тут есть дюймы, есть метрическая система. Соответственно, вот в дюймах, вот это метрическая. Вот в дюймах, вот метрика. Оно перемешано всё. Да, ещё предстоит всё на места разложить. Чего ещё по ощущениям? Ну, вот, кроме того, что он блестящий, ну, не знаю, ручки, блин, как правило, всегда прорезиненные. Тут этой прорезиненной нету. Вот. Ну, не знаю, вот как бы и вот. Ключи. Ну, это в данном исполнении они такие обычно. Кстати, такие матовые. Обычно они тоже глянцевые. Да, и, кстати, вот, опять же, американский инструмент хвалится Full Lifetime Warranty. With Bill Pride. То есть, реально, типа, на них пожизненная гарантия. То есть, не дай бог, крекнется ключик, что-то ещё. То есть, настолько они гордятся инструментом. Причём это, как бы, ну, средний, среднячок. Не знаю, сказать, что это супер, он неплохой. Не знаю, сказать, что он супер хороший, но неплохой. И, да, и вот это вот ключики. Блин, жалко до 15-го только. Вот. Мне бы до 17-го, до 19-го придётся отдельно докупить. Вот. Вот метрические, вот дюймовые. Вот тоже метрические, дюймовые. И так вот со всеми. Метрические, дюймовые, метрические, дюймовые. И метрические, и дюймовые. Так вот. Карданчик. Ну, что, в основном он, в принципе, стандартный. Отвёртка такая вот. Такая вот. Типично крафтсмановская. Можно тоже сюда поставить, что-то крутить. Ключом каким-то, которого нет в наличии. Хотя. Хотя. Не, нет. Я уже обрадовался. Ну, не знаю. Такой. Такой, такой себе. Такой себе наборчик. Как бы вот. Будем расставлять всё. Бля, прикольно. Можно вытянуть, и он снимется. Лучше не вытягивать. Ух ты, ёлки-модалки. Не знаю. Мне чисто вот дизайн нравится. Именно упаковки. То есть, он такой вот гранёный. Чем-то четырёхгранный, икс-образный. То есть, вот такая вот они... Ну, философия у них во всём, во всём, что они делают. У них много есть примеров. Там, колонка от них, ещё какие-то инструменты. Они прям вот, ну, вот в таком вот стиле сделаны. И мне такой стиль очень-очень даже импонирует. Как бы вот. Ну, вот шестигранники. Кстати, набор простых до шестёрки. Вот, блядь, даже семёрки нет. Вот, кстати, вот, наверное, только в наборе, вот если здесь, да? Вот. Вот, и набор дюймовых. Ну, кстати, да, отличается цветами, чтобы не перепутать. Ну, вот опять же, ну, если я правильно понимаю, это калёная сталь. Конечно, попробую тими поработать, но так выглядит калёная сталь. А это, ну, такое себе. Вот. Ну, опять же, если на них там... О, кстати, на шестигранники, если распространяется гарантия, было бы прикольно. Ну, что-то мне подсказывает, что они могут слизаться. Да, пытаюсь сейчас расставить всё по своим местам. У дюймовой системы я не знаю. И вот, когда тебя просят, там, принеси 9-16 ключ, а ты в душе не знаешь, это сколько, это мало или много. Большой, маленький. Вот он 9-16, кстати, вот он, вот он 9-16. Я знаю, что он соответствует 14-му. Ну, уже знаю. А вообще, раньше это было не очевидно. И вот, вот так вот приходится учить метрическую систему. Вот. И вот, вот. Видно, слышно? Вот как оно шурдит. То есть, они такие вот блестящие все, вот такие, ну, не знаю, как будто игрушечные. То есть, у меня когда-то был такой блестящий инструмент, а он был китайский из ужасной стали. Будем надеяться, что тут он из хорошей стали. Ничего надеяться. В принципе, так и обещает, заявляет производитель. Да, и надо понимать, что из-за того, что здесь американская дюймовая система, дюймовая, приходится, то есть, чемодан весит просто, вот, я не знаю, килограмм 20 он весит. Ну, это, бля, под сраку. Это просто пипец. То есть, и тебе, по сути, ты никогда не знаешь, какой тебе инструмент понадобится. И 7.32. Иногда ключи подходят. Ну, вот, как я говорю, 9.16, это, в принципе, ключ на 14. Но по другим, я не знаю, какая есть корреляция. Ну, вот. И вот, блин, из американской системы приходится, грубо говоря, иметь и ту, и ту. Потому что, вроде, допустим, в Америке все по-американски, а вот нет-нет, что-то метрическое попадется. Элементарно, сегодня на болгарку шестигранник там нужен был, неважно, не на болгарку, чтобы на машинку, на лобзик затянуть пилу. Все дюймовые никакие не подходят. То большой, то маленький. А вот метрически взял и сразу подошел, по-моему, на три он был там. Так что, надо все иметь при себе, как говорится. Для меня этот стиль все-таки, ну, блин, сильно лощеный, назовем его так. Но, с другой стороны, если он, допустим, вдруг будет грязный там, и грязь стирается легче. Поэтому, ну, еще раз, это некий такой местный стандарт, насколько я могу понимать. И, ну, просто принимаем как данное. Так, значит, продолжение банкета. Значит, перезаказал я инструмент. Перезаказал я. И вот что пришло. О, красавчик. Чуть-чуть поврежденный. Ух ты. Ух ты. Блин, ну, красавчик. Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Во, запаковано, как бы это ни было. Хотя мы эту бирочку вскроем. Лицевая сторона. То есть, вот, вот как он выглядит. Мне нравится, как он выглядит. Сейчас посмотрим. Тут, вот, как по мне, он даже как будто более качественный. Чуть более качественный. Что мне кажется, что он очень качественный. Ну, не знаю. Мне нравится просто, как он оформлен. Хотя, по сути, то же самое. То же самое. И чуть-чуть больше элементов. Там было сто, я не помню, восемьдесят шесть или сколько тут. И вот, кстати, как вот выглядит, вот, дизайн выполнен. Всяких защелочек. Ну, круто же. Круто. О, ну, во. Ну, другое же, мать его, дело. Ну, гляньте. Ну, прям вот, ну, муа. Муа, муа, муа. Так, зарядка. От Tesla. Иди шуруй отсюда. В сторону. Вот. Ну, вот. Что для меня важно. Вот, все. По левой стороне. Вот один дюйм, самая большая. По правой стороне, правда, 21 миллиметр. Но, блин, как они выполнены. Как они сделаны. Вот даже вот рифлененькая. Вот, да. Тот же блестящий металл. Все вот то же самое. Те же яйца. Ну, вот. Ну, то есть тут разграничено. Тут метрическая система. Тут дюймовая. Все. Бери, пользуйся. О, трещоточка какая. То есть, мне кажется, там даже трещоточка была другая. О, то есть она хорошо, надежно фиксируется. Господи, как летая, блин. Чего ж классно таким инструментом будет пользоваться. Вот, шестигранники. Тоже дюймовые, тоже метрические. Свечные ключики. Блин, класс. Вот тут это. Вот смотришь, любо-дорого смотреть. То есть, как минимум, видно, что в этом постарались. Я не знаю почему, но американцы любят вот такие штуки. Это, ну, по сути, головка. Вот 9 миллиметров. Только она с битой. Засовываешь дрель и работаешь. Очень удобно. Гипотетически, система и переходников можно этого добиться было бы. Но тут вот это любят и этим пользуются. Вот. Большая, средняя, маленькая трещоточка. Ну, еще раз. Все, плюс-минус, как там же. Так же ключики. Блин, ну они другие здесь. Я не помню, какие там. Но тут другой дизайн ключей. Класс. Ну, блин, самый большой 14. И в американском сегменте это 9,16 должно быть. Вот, если в дюймовых. А, одна вторая. А одна вторая это 7,16. Это меньше. Ну, вот, то есть, не совсем оно, как бы, это... Ну, вот, вот, вот большая голова метрики, а большая голова по дюймам. Вот они, они разные. А, чу! Вот же еще есть. Ой, что-то меня проглючило. И тут подписано. 14, 15, 17, 22. Ну, все равно она меньше. О, 24, да? Вот, чу! Я даже глаза наверх не поднял. Ле, как она классно там сидит! Да ты... А как она там сидит? Блин, я боюсь поломать. Ле, как она сидит там? А какими пазиками она там сидит? А, там защёлка есть такая. Вымочка такая. Как классная штука. Вот, блин, я не помню, чтобы я так радовался инструменту в предыдущий раз. Вот, обратно оно и защёлкивается как-то. Бля, как теперь засунуть это? Да, вот он, вот он, пазик. Вот он. Во! То есть, вот, открываешь, и они не вываливаются. Да, они там гуляют, да, болтаются, но не вываливаются. Это очень круто, я считаю, очень важно. Вот, отверточка. Опять же, истина крафтсмановская. Она такая вот гранёная. Но вот, ну типа её можно ключом взять, крутить. Да ну в жопу, вон какая удобная отверточка, господи, какие ж молодцы, а! Ну, честно, я уже не помню, что в том инструменте было, в том наборе. Но, как минимум, ощущение было и близко не то. Вот. И самое уж интересно, на некоторых по тому инструменту идут картинки этого. Ты ненароком думаешь, что это он, а нифига не он. Ну вот, на 206 писов. Это такой вот pretty true American set of tools. Ну вот, как-то так. Да, ещё забыл добавить, что я его забрал буквально последний. То есть, я его нашёл на Амазоне, в одном месте. Да, пук. И всё, он был последний. То есть, я не знаю, может он там какой-то предыдущего модельного года. Да, или ещё что-то, или ещё что-то, но, ну, в общем, красавчик у Вася вообще ничего не скажешь. Бля.